В начале мероприятия премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов засчитал поздравления президента Республики Узбекистан Шавката Мерзьёева участником 14-го заседания конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных. В нём отмечено, что мигрирующие виды животных являются неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, они сталкиваются с серьёзными угрозами – изменением климата, потери среды обитания, браконьерством. По данным исследований, за последние 50 лет с земли исчезло более 100 видов, а в Центральной Азии полностью исчезли 26 видов птиц, 12 видов млекопитающих, в том числе туранский тигр, азиатский леопард и многие другие. Выживание мигрирующих видов зависит от межгосударственных усилий регионального сотрудничества. Это ключевой вопрос. Обитание диких животных не имеет политических границ. Тематика конференции – соответствующая природа не знает границ. Чем больше ширится география трансграничного коридора, тем больше шансов сохранить биоразнообразие. Узбекистан уже договорился с соседними странами о создании шести трансграничных территорий. Кстати, в рамках 14 заседания издан вот такой вот интересный журнал, где подробно описывается информация о диких животных. Биоразнообразие Узбекистана включает свыше 27 тысяч. В Узбекистане для сохранения мигрирующих видов прежде всего совершенствуется правовая база отрасли, принимаются новые правовые документы и обеспечивается их эффективной реализацией. За последние годы площадь охраняемых природных территорий, обеспечивающих надежную защиту мигрирующих видов, доведена до 14%. Создание лесов на площади двух миллионов гектаров на высохшем дне Аральского моря позволило восстановить разнообразие растений и животных. В период председательства в конвенции в 2024-2027 годах Узбекистан по важному вопросу готов полностью мобилизовать все свои силы и потенциал. Мы очень рады быть в Узбекистане. Конвенция по различным диким животным очень важна. И сейчас в стране реализуется специальная программа. В частности, посадка миллионов деревьев вдоль Аральского моря является результатом работы, проводимой по экологически актуальному вопросу. На мой взгляд, в Узбекистане ведется большая работа в этом направлении, в том числе по контролю и мониторингу исчезающих видов. В этой связи следует подчеркнуть инициативу президента Узбекистана. Мы надеемся, что наше сотрудничество в этом направлении продолжится. Узбекистан ожидает утверждения нового стратегического плана по основным направлениям дальнейшей работы на 2024-2032 годы. Работа 14-го заседания продолжится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова